Самое интересное в экономике то, что касается наших с вами кошельков. Уже с пятницы с кафе и ресторанов снимаются ограничения по времени работы, но остаются обязательными маски и социальная дистанция. Кто в общепите дошел до финала ковидных правил и самое интересное, в каком состоянии. По информации налоговых органов, сейчас в крае действуют 1286 предприятий общепита. Годом раньше их насчитывалось около 1600. Выплыли те, кто быстро перестроился на доставку и не уронил при этом качество. По информации Краевой ассоциации ресторатов, среднее снижение товара оборота по отрасли примерно на треть. Этого хватает на то, чтобы держаться на плаву, но недостаточно для движения вперед, говорят сами рестораторы. Общий долг общепита и гостиниц, ну, Хабаровстад публикует их в сумме. Перед бюджетом почти 24 миллиона рублей, с поставщиками 3. Рассчитываться получается, но тоже не без сложностей. Зарплата отрасли, которая отражается в отчетности, сократилась на 20%, если сравнивать с итогами 2019 года, и составила в среднем 25 тысяч рублей. Стабильно одна из самых низких в регионе. Месторождение Октябрьское планируют выставить на торги Роснедра. Доказанные запасы – более 14 тысяч тонн меди, столько же олова и 772 тонны Триокси-Вольфрама. Ждем новостей. Сроки аукциона – первый квартал года. И еще раз о бензине. Почему, имея два НПЗ, регион все-таки оказался без топлива? С Хабаровским НПЗ более-менее все понятно, а Комсомольский просто не мог оперативно подвести еще. По данным Росбизнес-консалтинг, Роснефть некоторое время назад перевела Комсомольское НПЗ на схему процессинга. Это значит, завод занят только переработкой, а торгует бензином головная компания. По такой же схеме работают ТАТ-нефть, Газпромнефть. В этом году Лукоил переводит свои заводы на схему процессинга. Это стабилизирует прибыль компании, ее предприятий, но снижает налоговые отчисления в региональные бюджеты. А это уже наши с вами кошельки. Экономика это интересна, следим.